Тебя никогда не увижу, это я не ей говорю, это я не говорю. Уже они расслаблялись всегда, это с каким-то... Через Бога общаюсь, вот это бы как-то, дайте ей привалять. Да, сделаем. Тоже в Париже помню, тихонько себе пою эту реку в мурашках простуды. Как красиво, правда, вот всё-таки про его, так сказать, эту реку в мурашках простуды. Ой, Занесенский, это Адмиралтейство и Биржу, я уже никогда не забуду и уже никогда не увижу. Пою себе и пою, и тихонько это место такое, и вдруг в зале... Мужчина, причём рыдает, тогда ясно, что не увидит, это сейчас можно ездить, слава Богу, куда угодно. А тогда навсегда, и он никогда её не увидит. Давайте Снежочек пошёл сначала. Десять лет в ожидании прошло, ты в пути, ты всё ближе ко мне. Чтобы в пути тебе было... Кончита ждала Рязанна, воробьё. Тридцать пять лет. Конец. Простите, вы не подскажете, где находится могила Кончита Аргуэлла? Вон там. Да, значит, вот, видите, значит, что они... Видите, она родилась в Пресивио, вот мы это завтра будем, и умерла в 1857 году. И вы знаете, что ее... Ну вот здесь написано, видите, она была дочка Хосе де Рио, а когда она стала монашкой, ее имя стало Систер Доменика. Вы готовы ждать 35 лет? Ну, а что вас в этом удивляет? По-моему, такие истории существуют в нашей истории, во всяком случае, сплошь и рядом. Вспомните хотя бы тот же 37-й, 38-й. Наши бабушки также ждали, пока в 1857 году не пришла точная информация, что был расстрелян или умер от пневмонии, скажем, мягко ждали же. Ну, годок бы ждала бы, и все. А так 35 это очень утомительно. И я думаю, уже за этот срок нового нашла бы. Ни одного. Их не дружба была, а три недели. Ну и вот. А когда она, значит, какой момент у них началась там симпатия, любовь или что, конечно, как описывает она, она никогда в жизни не видела такого интересного человека, как он был в красивой форме, высокого роста, красиво. Он даже скрипку с собой привез. И она, эта девочка, конечно, полностью увлеклась к Камергером Рязановым. Их разделяло религии, язык, расстояние, возраст, все, что вы хотите, все было против их. Но несмотря на это, девочка была очень такая настойчивая, девочка была этот, она со всеми умела говорить. А самое главное, кого она уговорила, это она уговорила священников. И их обручили. Но он ее не мог взять на корабль, потому что он ехал на Аляску, и с Аляски он должен ехать дальше, через весь Сибирь, в Петербург. Это чтобы просить у императора, чтобы он ходатайство в Папу Римского, чтобы Папа Римский дал разрешение жениться, выйти замуж Кончета Эргуэлла из-за православного человека, потому что она должна была перейти в православную веру. Скажите, как ее дальнейшая судьба? Ей сказали, что Рязанов умер, но она не поверила. Там описывают, что ее очень много сватали, и очень много у нее было от женихов. Ну, в общем, вот она решила уйти в монастырь. Они ее называют The Little Dancing Saint, но это просто танцующая без святая. Для любви на двадцать два, лишь только жизнь одна, жизнь одна, жизнь одна. Для любви на двадцать два, лишь только жизнь одна, жизнь одна, жизнь одна. В нашем веке возможны такие чувства? Думаю, что нет. Я думаю, что каждый век имеет свою эпоху. Я думаю, что эра вот моих родителей или ваших родителей, как бы они не этот, но они все почти прожили. Сейчас эра, которая в России, я не знаю ни одной пары, что все жениться в 18 лет или в 19, и в 25 расходятся. Я не представлял, как можно ждать и остаться верным, любимым. Я понимаю, но там не было, извините, интимной близости. Там был только ритуал обручения, и все. Тем сильнее, чем Роме Джульетта. Что такое Роме Джульетта? Два тинейджера полюбили друг друга, они завтра расстанутся. Вода я до 35 лет ждала, что уже зрелые люди были. И потом это в жизни была Роме Джульетта выдавана в его литературной. Мы так устали от отсутствия веры, что хочется видеть, что такое могло быть. Понимаете? И от того, что спектакль так долго идет, мне кажется, потом есть своя правда. Люди тянутся к этой вере. А вы хотели бы, чтобы вас ждали 35 лет? Нет, нет, нет. Я бы не хотел. Ну, я не люблю накладывать на других людей такие жесткие обязательства. Я бы перетерпел бы измену. Но я знаю такую любовь, всякие случаи. Знаю. Иногда надо ждать истинную любовь. Я это нашел рано с супругой, но в других случаях это долго. Ты смогла бы ждать 35 лет истинную любовь? Я не знаю, так долго. Истинную любовь? Определенно, да. Прекрасная концепция умнажала день от дня ко мне вежливости разной и искренности, на которую долгое время смотрел я равнодушно. Но они начали неприметно наполнять пустоту в моем сердце. Мы ежедневно сближались в объяснениях, которые кончились, наконец, тем, что мы дали друг другу руки. Она 35 лет выходила и сидела здесь вот на этом месте, ждала. Смотрите, какой красивый вид. Когда прошло только 2-3 месяца, и когда действительно пришел корабль и сообщил ей, что этот Рязанов умер, но она не поверила, потому что никаких не было доказательств. А вот после 35 лет, когда пришел сюда корабль, пришел сюда этот человек англичанин по имени Симпсон, и он ей привез все данные, что действительно он умер, и тогда она только поверила. И вот тогда она пошла в этот монастырь, где мы были в Белище. Я не хотел бы, чтобы меня ждали 35 лет. Почему? Потому что я не хочу, чтобы человек постарел. Вот у меня даже есть стихи на эту тему. Покрыло душу ногота, недолговечной стеклотарой. Как хорошо, что никогда я не увижу тебя старой. Усталый, да, крикливый, да, и непричесанный, пожалуй, но, слава Богу, никогда я не увижу тебя старой. А вы хотели бы, чтобы вас ждали 35 лет? Нет, каждый хочет. Я уверен, что нет такого человека, который бы не хотел, чтобы любимый им человек ждал его постоянно, несмотря на все безобразия, которые он сам творит. ПОДПИШИСЬ!